Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем с вами наши беседы по псалтыре. И мы подошли к 94-му псалму. Наши лекции, как известно, записываются в Московском Сретенском монастыре редакцией портала экзегет.ру. 94-й псалом. В масорецком тексте он не надписан. В то же время переводчики на греческий язык озаглавили его как «Хвала песни Давиду». Текст хвалы напоминает 49-й и 80-й псалмы, в заголовках которых стоит имя Асав. В 94-м псалме, как и в указанных выше, повествование построено в виде диалога Бога со своим народом. Бог укоряет Израиль за непослушание, напоминает о ропоте народа умеривы. Не исключено, что во время исполнения этого псалма за богослужением прямую речь от лица Бога произносил священник или храмовый пророк. Псалом можно поделить на две части. В первой части мы встречаем обращение к народу «прийти ко Господу». Во второй части мы встречаем предупреждение «не ожесточать своих сердец и не искушать Бога, как это делали отцы в пустыне». Воззвание к народу «прийти и поклониться» трижды повторяется в данном псалме в разных вариантах. «Придите», «давайте предстанем». И, наконец, «приидите», «поклонимся», «припадем» и «преклоним колени». Эта последняя формулировка соответствует одноименной молитве «приидите, поклонимся», которая и в наши дни исполняется за православным богослужением. Рассмотрим детальные содержания псалма. Псалм начинается с воодушевляющего приглашения «Прийти к Богу на поклонение». Первые два стиха. «Предстанем лицу Его» сопровождается словами «воскликнем» в песнях, «воспоим», «произнесем словословие». Эти выражения создают у паломников радостное настроение, приветствие и благодарение. Русское слово «воскликнем» не может тот передать яркий оттенок триумфа восторженного ликования, радостного крика, о котором говорит исходный текст. Бог – наша точка опоры, твердыня спасения. И поэтому настроение псалмопевца такое, как у пророка Захарии. «Ликуй, дщерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца дщерь Иерусалима». Слово «ибо» в третьем стихе поясняет причину ликования. Господь великий, Он царь над всеми богами, Он создатель моря и суши, в Его руках весь мир, как неизведанные глубины земли, недра земли, так и непокоренные вершины гор. В шестом-седьмом стихах повторяется снова все сказанное выше о Боге. При этом высказанные ранее идеи начинают углубляться и приобретать более практичные очертания. Все глаголы из шестого стиха данного псалма «Придите, поклонимся, преподем, преклоним колени» указывают на акт поклонения, выраженный в конкретных физических действиях. Паломник входит в храм, кланяется Богу лицом до земли и тем самым освидетельствует о своем подчинении Творцу всяческих. Наш Творец – это твердыня нашего спасения. Хотя Бог здесь не называется пастырем, однако выражение «мы, народ, паства его» это подразумевает. В кратких и емких словах первой части псалма автор обыгрывает две ключевые идеи. Бог, который сотворил море, в то же время был и нашим создателем. В его руке как глубины земли, так и народ, который является овцами руки Его. Пророк Исаия также говорит о Боге, как о Творце Небес и Творце Иакова. Творение мира – это дело космического масштаба, но при этом Бог не оставляет без внимания овечек своего стада. Творение мира и попечение о своем народе выступает здесь как две части единого божественного плана – домостроительства спасения. Он – всемогущий Бог, но в то же время неравнодушный. Он – заботливый Бог, который не является бессильным. Он всесильный и он любящий. Он может услышать вопль маленького человека и прийти к нему на помощь, когда есть потребность. Единственное, чем человек может его отблагодарить – это выражением покорности и словословием. Прежде чем верующий услышит слова от лица Бога, они должны ныне одуматься. Не завтра, а сегодня. Они должны задуматься над уроками прошлого, чтобы не повторять ошибок о будущем. «Знай ныне и положи на сердце твое, да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем» – снова и снова повторяется в книге Второзакония. Место остановки в пустыне Мерива получило свое номинование вследствие укорения Бога сынами Израилевыми. Там они его испытывали, искушали, проверяли на прочность, тестировали. Народ стал испытывать недостаток воды и вследствие этого стал сомневаться в Боге со словами «А есть ли Господь среди нас или нет?» О ропоте народа в пустыне пишет также 77-й псалом. Автор 94-го псалма свидетельствует о продолжительности народных негодований. «Сорок лет я был раздражаем народом сим». Бог имел дело с людьми, которые заблуждались не случайно, но сознательно отказывались познавать пути Его. Это, в свою очередь, вызвало у Господа раздражение и привело его к гневу. В результате Бог как бы сам себе поклялся. «Они не войдут в покой мой». «Мой покой» в данном контексте означает вхождение в землю обетованную, где народ Божий мог бы жить в обители мира и в селениях безопасных и в покоящих блаженных. Если бы странствующие по пустыне отцы народа не были столь мятежны, то достигли бы желаемой цели. Следовательно, если их сыновья будут такими же ропотливыми, то их ждет такая же судьба. Не будет у них покоя. Между 94-м псалмом и псалмами 49-м и 80-м есть сходства в поэтических приемах. Но при этом у них разные концовки. Несмотря на строгие предупреждения, 49-й псалом обещает забывающим Бога спасение. Если бы народ не был столь упорным, то по 80-му псалму Бог смирил бы врагов, и благоденствие продолжалось бы навсегда. Окончание 94-го псалма предельно краткое и суровое. Они не войдут в покой мой. В последнем случае Бог заверяет свое обещание с клятвой. Таким образом, каждый следующий диалог народа с Богом в псалтыре становится все лаконичнее и строже. Все это должно побудить верующих задуматься о страшных последствиях непослушания. Об этом пишет и автор послания к евреям, когда пересказывает вторую часть 94-го псалма. Для него слова псалма сказаны Духом Святым. Они обращены к той части христианской общины, которая охладевает в вере. Причина охлаждения в вере «Сердце лукавое и неверное». Если говорить поверхностно, можно сказать «да». Чистое сердце должно вести человека к радости. Но есть более сложный подход к тому, как ответить на этот вопрос. И следует сделать отступление. А что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? Это заголовок одноименной книги святителя Феофана Затворника, в которой он приводит выжимки из своих собственных писем, которые писал разным людям. И этот вопрос, наверное, сейчас принципиально, когда мы говорим о каких-то практических применениях этой жизни. Исповедь, пост, милостыня. Кстати, в Новом Завете, в Нагорной проповеди эти три вещи идут рука об руку, неотделима. Не только пост и молитва, но и милостыня. Итак, если сердце у человека чистое, тогда мы можем спросить себя. Любой сосуд, который мы вымываем, вычищаем, он все равно что-то содержит. Если мы вылили жидкость из стакана, это не означает, что в стакане тут же образовался вакуум. Он все равно наполняется. Но наполняется более легким, эфирным веществом, которое мы сейчас с вами называем воздухом. Но воздух – это не безвоздушное пространство. Это нечто. Нечто, что может даже двигать. Современные ветряные электростанции в Голландии и в Германии двигаются вот тем самым воздухом, который в стакане не виден. И нам кажется, что он даже ничего не весит. Точно так же и в духовной жизни. Она всегда содержательна. Она не может быть пустой, безинициативной и бессмысленной. У духовной жизни всегда есть осмысленность, цель и содержание. Но просто тем она отличается от жизни земной, что она более легкая, что она и человека делает легким. Мы можем себе представить душу в виде шара, ну, какого-то сосуда, но то, что называется в Ветхом Завете сосуд, это не обязательно керамическое изделие, которое имеет форму вазы или амфоры. Таким сосудом кели могли называться и кожаные сосуды, кожаные меха. Они тоже могли называться словом сосуд. В этом случае нам легче всего представить себе какой-нибудь резиновый шарик. Если мы его наполним водой и отпустим руку, он упадет. Если он очень плотно наполнен водой или тяжелой жидкостью, скорее всего, он порвется и разобьется. Но если мы наполним его чем-то легким, ну, каким-то специальным газом, то самое поразительное, что он не только начнет рваться наверх и нас за собой тянуть, он станет упругим и более устойчивым к внешним воздействиям. Вот духовная жизнь – это то, что человека двигает. Она не может не двигать человека куда-то наверх, облегчая его от тяжести греха, она неминуемо зажигает его на движение куда-то к небу. И поэтому нельзя сказать о том, что очищение сердца ведет человека к какой-то безмятежной нирване. Когда умирает у человека всякая активность, он затормаживается и становится похожим на индийского йога, который напротив своего любимого магнитофона под музыку Энигмы восемь часов фантазирует о том, как он там какие-то энергии своего мозга генерирует. Наоборот, у человека, у которого нет греха, он не зациклен на каких-то своих привычках. Как правило, у таких людей освобождается больше времени, и у них появляется больше желания для чего-то, что должно их наполнить. Итак, другими словами, если сердце человека чистое, и при этом у него есть целеустремленность к Богу, тогда это сердце наполнится Святым Духом. Но само по себе чистое сердце, если у человека нет целеустремленности к Богу, наполнится тоже каким-то газом, но может быть выхлопным. Следуя традиции еврейского Медраша, автор послания подчеркивает значение слова «сегодня», не откладывая на завтра, но ныне, каждый день, верующие должны поддерживать друг друга, вести богоугодную жизнь, чтобы кто-то из них не ожесточился, обольстившись грехом. Автор послания к евреям не сравнивает покой с обетованной землей. Для него важнее внутренний, субботний покой, когда человек успокаивается от своих дел, как и Бог по книге Бытия успокоился от дел своих. Такой покой души, мирное состояние духа может стяжать каждый верующий человек. Но чтобы достичь его, нужно постараться, приложить усилия. Псалом 94 соединяет темы послушания и радости. Послушание без радости, мы можем заметить от себя, никому не приносит удовольствия, оно непривлекательно. Но и радость, оторванная от послушания, также иногда является бегством от жизни и превращается в праздность. Где же золотая середина между послушанием и радостью? Каждый день ставит для человека все новые задачи. Для того, чтобы этот сегодняшний день прошел с радостью о Господе, нужна постоянная чуткость к Слову Божию, умение расслышать в этом Слове, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Тот, кто написал слова «Радуйтесь всегда о Господе», он же сказал «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности». Следовательно, чтобы получить радость от послушания к Господу, надо поставить себе первой задачей избавиться от плена греховного, от служения своим страстям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!